что друзья рада приветствовать наш не очень большой но дружный коллектив несмотря на вторник вы приехали смотря на пробки добрались сейчас все у нас ребята подъедут смотрите друзья я предлагаю никого не ждать ребята в трансляции нас видят записи ребята тоже посмотрят смотрите еще раз напоминаю меня зовут она алексеевич да кто не знает напоминаете тоже запоминайте смотрите ребят чего сегодня я вам обещала откровенный разговор все знают что бизнес я пришла спустя большой промежуток времени сидела думала попадала в разные ловушки сегодня как раз этими ловушками с вами поделюсь прежде чем рассказывать про ловушки я вам сейчас расскажу простую очень цифру и простую статистику но перед этим такой вопрос вот вообще были ли когда-нибудь мысли что в этот бизнес уже был очень поздно приходить что сетевой уже занят уже рынок занят что уже получили mercedes что все зарабатывают сейчас уже как все наверху заработали мы уже не можем не было сейчас я вас еще больше вдохновлю это круто что не было смотрите я сейчас вам расскажу немножко о простых цифрах вот как вы думаете как измерить поздно или рано в бизнес вообще вот чем меряется знакомый который бизнес еще знакомый товар знакомая продукция известность емкость рынка на самом деле все очень просто бренджей сказал это емкость рынка рынка здесь все очень элементарно давайте сделаем так вот смотрите население тех тех стран где мы официально представлены где есть и на вторге дается авто бонуса 10 магазин и офисы 228 с половиной миллионов чуть-чуть маленечко теперь давайте подумаем о том кому вообще нужен наш продукт наш стратегический продукт узнать какой стратегический доциональное питание вот кому из этих вот двухсот двадцати восьми миллионов он нужен нужен всем всем людям которые едят исключение то есть он нужен абсолютно всем этот продукт соответственно практически 228 миллионов просто необходимо они нуждаются теперь давайте разбираться в порядке бреда представим что один человек всего из сотни будет пить один коктейль нашего продукта в день один как ты не два не 31 то есть это две коробки в месяц правильно для коробки вместе теперь представьте такую ситуацию как вы думаете сколько примерно банок в месяц коробок в месяц должно покупаться наши компании это примерно четыре с половиной миллиона коробок четыре с половиной миллиона коробок это примерно товарооборот 9 миллиардов этот товар делает 60 процентов товарооборот 60 то есть товарооборот компании но исходя что это 60 должен быть 15 миллиард рублей 15 миллиардов рублей узнать сколько сейчас товарооборот то есть по идее если мы берем в порядке бреда что только один человек один процент получается пьет один коктейль в день у нас будет товарооборот 15 миллиардов это соответственно в 15 раз больше чем сейчас соответственно кто знает сколько у нас звезд то все такие звезды не молчать или можно и варить конечно три тысячи три тысячи баллов это те люди которые зарабатывают примерно полтинник вот сейчас у нас звезд 1000 то есть для того чтобы нам занять хотя бы один процент рынка звезд должно быть 15000 у нас сейчас выдано 500 автобонусов сколько будет автобонусов если мы займем один процент рынок семь с половиной тысяч автобонусов семь с половиной тысяч а сейчас у нас 500 если понимаете что где-то ваши автобонусы там да друзья то есть вот такой процент если мы только один процент занимаем реально занять 8 сейчас у нас нет одного процента у нас даже нет одной десятой процент потенциал гигантский если говорить о том во время ли мы вообще пришли то мы пришли в самом начале вот реально самом 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 начале меня вот очень вдохновляет да я не знаю как вас меня очень вдохновляет и я сказал даже где-то возбуждать эти цифры то есть я могу прям хорошо себя чувствовать чай с базиликом в самом деле друзья смотрите я вам про статистику рассказала вот вы подумайте еще раз что вы самом начале что мы самом начале то есть если приходить компанию то приходить сейчас приходить через месяц через два два года назад в любое время пока у нас не будет этого одного процента я же обещала откровенный разговор давайте я вам расскажу вообще в принципе про себя как я пришла в этот бизнес как какие ловушки у меня были чтобы вы на них не попадались у меня к вам большая просьба те у кого есть листочки перед экраном возьмите их пользуйтесь ими они очень вам пригодятся потому что по окончании вот этой встречи у вас будет небольшой алгоритм действий которые вам помогут и ловушек избежать и будет такой знаете первые шаги воды алексей давайте так как вы думаете вообще как я пришла в этот бизнес не ну круто да ну так я вообще додумалась того что надо 10 как так получилось захотела жить хорошо кто хочет жить хорошо все хотят жить хорошо вот я захотела жить хорошо соответственно я начала думать откуда я вообще могу взять это хорошо вариантов сколько первое я должна быть дочкой миллиардера миллионера черт возьми я уже не подошла под эту статью я должна выйти замуж за миллиардера миллионера алексей извини уже тоже не прокатила мне должно упасть наследство ну какой-то такой реально но к сожалению тоже тут не прокатил то есть если хорошо то я могу сделать это сама то есть других вариантов нет украсть нет легальный вариант рассматривать смотрите следующая схема когда я начну когда я вообще думала сетевом не поступило предложение я вообще думала хорошо ли вообще живу потому что мы кто даже 20000 получает кто-то 15 я вроде как получала неплохо 45 тысяч рублей в месяц секрет раскрываю все классно смотрите как получилось я наткнулась на видео потом я вам сброшу если захотите попросите это видео расчета сколько рублей в день мы можем потратить посмотрите как у меня получилось я сложила свою зарплату помножила на количество месяцев которые я буду трогу буду работать на пить до пенсии потом я оттуда вычла квартиру с ипотекой со всеми процентами и две машины по 13 лет на каждую например собственно все вышло потом разделил на количество дней получилось что я в день максимум могу тратить пятьсот девяносто два рубля 592 рубля в день то есть при условии что я работаю не болею не хожу декрет у меня нет детей я одна одна на себя работает ну то есть если я заправилась на неделю два дня я не ем чтобы понимали заправка примерно 1000 рублей то есть получилось так что я у него что пятьсот девяносто два рубля и все я решила пойти в магазин и посмотреть сколько это вообще 590 рубля не хочу вас огорчать шоколадка стоит 100 рублей все то есть я поняла что это прям плохо я рассчитала у меня есть листочек в котором прям написано что я на пятьсот девяносто два рубля живу они были сам на холодильнике мотивировал меня каждый день лишь все равно бизнес не пришла первое место вообще первый раз все потом получилось так что меня ксюша сюда позвала первый раз позвала и сказал мне ксюха нет потом она позвонила мне когда у нее была звезда он говорит мы заработали там 55 тысяч рублей я думаю а деньги зарабатывать для того чтобы вы понимаете какая ксюша ксюша это близкая подруга мы с ней 17 лет знакомы она мне говорит мы заработали столько денег тут рассыпался мой первый миф что это лохотрон то есть первая ловушка я здесь не заработаю это лохотрон сразу рассыпал ну сами понимаете когда твоя сестра твой брат твоя подруга зарабатывает деньги ну уже все миф лохотрон рассыпается я же не включилась не знаю почему но я каждый день смотрел на их листочек с 592 рублями потом я что решила я решила что надо наверно включаться начала читать чаты пока я читал чат ксюша не звонит горит они в общем бриллианты закрыли мы машину забираем 117 тысяч рублей я бы мы все ксень поздравляю все круто 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 кладу трубку и думаю почему это круто я набираю говорю ксюш нет давай все самое начало я включаюсь как вы думаете какой первый совет она не дала с чего вообще начать надо то есть он спросил я сказал чё надо делать вообще с чего надо начать потому что я человек очень не шарящий ничего не изучала говорит с чего надо начать говорю магазин сходи на 70 баллов я пошла в магазин говорю ага сша сходила магазин что дальше делать она мне говорит ты третий блок мбс изучи то есть ты разберись третьим блоком мбс чок третьим кто знает список звонок и встречи просто просто список звонок и встреча то есть получается что я следующая инструкция была пройти третий блок мбс и я села так получилось я села начала изучать я тогда пообещала что я буду делать все что она говорит вот прям все я взяла взяла две тетрадки вот такие вот покажу сейчас вам секунду так кстати вот этот листочек с 50 92 рублями вот он живой настоящий вот такой вот листочек висел у меня на холодильнике примерно полгода пятьсот девяносто два рубля и вот они две тетрадки я думала что у меня нет людей я никогда не думал что я знаю сколько народу двух тетрадках я написала 618 человек знаете такое было ощущение у меня первый раз когда я написала этот список я сидела примерно вот такими глазами и мне хотелось и плакать и смеяться потому что я первая мысль где взять людей что мне все откажут никто не придет было знаете какой неужели из 618 людей нет людей которые просто хотят жить которые меня поймут которые хотят больше зарабатывать мне кажется даже сама расплачется то есть реально я поняла что из 618 людей я сто процентов найду ну 20 30 40 человек которые сто процентов не скажут да и пойдут со мной дальше тут вот этот миф вот этот вот ловушка о том что где мне взять людей что мне от каждого момента рассыпался я перестала бояться что люди не придут я начала понимать что будут люди которые скажут нет и останутся жить так как они хотят и будут люди которые не скажут да и мы с ним пойдем дальше мне просто их нужно найти 618 это огромное количество просто гигантское я понимала что сто процентов я там найду людей которые меня поймут все то есть вторая ловушка где брать людей она просто моментально испарился оттуда вылезла из этой ямы только после того как я написала список вот честно прямо берите пишите список по-честному прям по инструкции три часа две тетрадки вы можете посмотреть что дальше да она реально смотрите потом я долго сомневалась я понимала что есть люди я понимал что здесь можно заработать денег но я ничего не начинала делать я не могла понять почему я не начинаю ничего делать вроде как понимаю а никак не получается начать и мне тогда сказали одну очень важную вещь а зачем тебе вообще это нужно вот вы знаете зачем вы пришли сюда зачем вообще мечтаете о чем есть какие-то мечты вот сейчас перед вами листочек вот просто возьмите на листочки запишите моя мечта и прям за минуту напишите самые прям вот несколько важных вещей которые вам нужны прям моя мечта прям подумайте моя мечта прям напишите пусть это будет первое задание пусть это будет первое задание прям напишите то что вы искренне хотите ребята вы тоже пишите только у меня цинги прям на листочке пишите женя написал прям написал вот прям мечта вот смотрите вот сейчас у вас на листочке то к чему вы идете понимаете что вот насколько вы будете хотеть этого на стенку вы будете делать если вы так для отмазки написали ничего не получится вы должны настолько хотеть вот как будто в туалет вот не мыслите вот других мыслей нет я хочу и все зря побежите в туалет у меня в тот момент не было мечты когда я поняла что я начинаю мечтать все следующий шаг получается активация следующий шаг нбс можете прям записать себе активация нбс третий блок рядом с третьим блоком и без прямо напишите доставать наставника можно меня я пришла третий блок меня был список было пониманию я я мечтал я понимала куда еду я уже знал что надо идти вот как и те я не понимала то есть в что получается что мы приходим новые сферы мы не понимали нам страшно честно было страшно не важно что принимается звонить не звонить разбираться начинать не начинать было страшно реально вспчетов страшно мне была безумно я вам больше скажу так просто был от это мне кажется самый большой страх страшнее чем за рулёмся да а вот откуда этот страх вообще формируется откуда у нас появляется уверенность да смотрите очень просто уверенность в нашем бизнесе она появляется из четырех факторов всего из четырех важных вещей первое это знание мы знаем что нужно делать вы можете это восполнить откуда вы можете взять знание от наставника знание о продукте магазин сходили сами попробовали говорите крутой средства вы начинаете понимать посмотрели состав этой знание восполнить легко правильно второе у нас это на что такое на это умение доведенное до автоматизма то есть когда вы первый раз делаете со скрипом второй раз вы делаете с меньшим скрипом третий раз еще больше то есть вы приобретаете на когда навык вырабатывается вспомните за рулем ездить когда нам поработать чем больше делаете тем больше навык то есть тут прямая зависимость если вы не делаете навыка не будет поэтому здесь должны быть действия в любом случае желательно 21 потому что 21 действие есть отработанный на 21 раз на машине проехали получили результат все чувствует себя уже нормально здесь тоже самое первую презентацию провели страшно вторую страшно третью страшно на 5 он будет гораздо легче 21 первую будете не замечать потому что вас где-то там на подкорку все отложится страх исчезнет третьем нашем бизнесе откуда уверенность берется уверенность в себе то есть вы должны четко понимать что вы здесь достигнете результат кто сомневается что он может достигнуть из результатов почему этот маски да нехватка времени семейный этот маску вот если ты в туалет хочет тебе ничего не остановит вот тут то же самое уверенность в себе чаще всего у нас зависит от того насколько мы себя любим насколько мы считаем что мы будем успешны я всегда здесь предлагаю привожу пример знаете такой как мы не придавая уверенность я видео видела где собака на канате стоял то есть собака может сделать невообразимые вещи медведь на велосипеде можно учиться а я блин не могу позволить восьмидесяти шестидесяти тридцати людям провести презентацию и заработать тачку ну я как человек разумный я вроде себя успешно считала я школу закончил университет я на машине езжу лет если понимаете здесь вы просто поверьте что все здесь зарабатывают деньги все добиваются успеха вы просто поверьте в себя если не поверьте в себя звоните мне я поверю вас и поверьте в себя все нормально можно расслабиться если не помню это снова хотите немножко поныть хотите быть более уверенны звоните мне два часа ночи я вам быстро все объясню то есть нет здесь уверенность себе то есть ее нужно формировать ну вот представьте что такая девочка немножко пышненькая не очень симпатичный идет по улице если она идет вот такая вот меня никто внимания не обращает а если она губы красной помадой намазала и пошла такая вся офигенная да и в юбке колокольчик она себе уверена и на нее хотите не хотите а люди будут заглядываться людей притягивает не только вы выглядите не то как вы чувствуете а то как вы говорите вот это вот внутреннее ощущение то есть если вы уверены что вы несете чушь то все равно вам поверят да 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 вот здесь нужно понимать что вы здесь сто процентов а если вы еще будете хотеть вот ту мечту которая идет вперед ведет вас когда вы начали и четвертая важная штука который на которой наверное самые большие затыки происходят это уверенность в предложении и сейчас расскажу как у меня формировалась расскажите как вы видите этот бизнес как вы предлагаете что такое для вас что вы несете вот смотрите у меня была такая ситуация тоже говорил что здесь можно зарабатывать можно путешествовать можно тачку получить но я не могла понять что я несу людям ну то есть насколько дорогое это предложение ну тачка до деньги мы не все строится на этом какой-то момент знаете меня осенило и часа прям искренне историю скажу вот на самом деле я этот бизнес это абсолютно субъективное мое мнение я считаю это билетом в жизнь вот это предложение это билет в жизнь некоторым людям вот представьте ситуацию вы знаете кстати что у нас билет бизнес передается по наследству он передается по наследству вот представьте ситуацию картина достаточно сложная есть бабушка она уже на пенсии пенсии 14 тысяч рублей и так сложилось что она воспитывает внучку или 13-15 то есть она не может сама зарабатывать деньги еще а бабушка занимается сетевым в нашем нашей компании и вот не дай бог что-то произошло и бабушки нет что есть у человека который остался один ему 15 лет у него ничего нету у него есть вот это вот наследство которое бабушка ему оставил виде там 50 тысяч рублей на который человек может существовать может может этим бизнесом заниматься понимаете мы даем я даю шанс человеку вот вот такой или сидит мамочка в декрете у нее нет родителей они не могут ей помочь нет мужа она сидит у нее грудничок и она живет на пособие от государства и то что дает ей компания которая работала у нее нет шансов она не может купить нормальную одежду ребенку она не может пойти купить себе что я не знаю про ресницы я говорю элементарно хороший продукт пойти она ходит любит сыр в магазине потому что хочет его нет возможности и вы делаете предложение вот так говорить вот смотри вот можно вот так зарабатывать вот так вот или я не знаю есть люди которые живут в кредитах у них есть ипотека у них есть кредит у них есть кредитки которыми они с которых они снимают деньги чтобы эти кредиты заплатить а потом снова пополняет и вот этому человеку я делаю предложение понимаете я даю билет вы даете билет человеку в жизнь другую вот вот это дорогое предложение это изменение жизни воспользоваться или не воспользоваться этим билетом это его решение в любом случае но вот так выглядит предложение потому что мы даем шанс людям что-то изменить если у них нет вариантов жизни и не говорю про миллионеров людей которые хорошо зарабатывают или людей которые допустим имеют бизнес и у них просто нет времени тратить деньги это тоже билет в будущее билет в другую жизнь и вот вот вы когда делаете предложение людям вы этот билет давайте вы объясняете что вот так она выглядит когда вы рассказываете презентацию когда вы берете этот бизнес вы понимаете что вот вот это вы несете говорят нет неважно они отказываются от своего билета но ваш ваш вы обязаны это сделать любому вдруг там где-то я не знаю деревне сидит девочка который в этот билет нужен для нее это единственный шанс что-то изменить вот когда вы внутри это почувствуете у вас предложение будет настолько дорогим что вам будет гораздо проще делать не себе и никому-то в шанс дает человек что-то изменить а пользователям и пользователям сам решает поэтому запишите себе еще один пункт ценность предложения никогда и не принижайте вот так оно выглядит для меня блин у меня мурашки я честно говорю вот искренне абсолютно пюшет смотрите есть еще одна ловушка в которую попадает наверное большинство еще одно важное еще одна важная ложка в которой попал это собственная лень вот кто вообще ленивый человек все ленивые давайте так все ленивые априори трудоболиков мне кажется в жизни два с половиной землякопа вот как будет идеальный день ленивого человека 1 еще заниматься чем-то своим еще на тебе для того чтобы все это делать тебе нужен источник дохода то есть для ленивого человека идеальный вариант это доход которым он особо внимания не да не уделяет да то есть пассивный доход в сетевом этот пассивный доход возможен вы все это знаете что у нас бизнес внутри бизнеса как только ваши люди начинают зарабатывать соответственно что ваш бизнес начинает расти потому что они делают из корыстных побуждений ради себя все они зарабатывают вы их научили соответственно вы можете выключиться несколько из этого процесса отдохнуть поспать потискать кота чипсы поесть сериала посмотреть но смысл в том что пассивный доход здесь присутствует на 3-4 часа в неделю съедет бонус обращать гены бизнес прям так с людьми вообще но очень часто мы попадаем в ловушку ленив я вроде понимаю вроде хочу но не могу начать вот здесь есть два варианта назовем так две концепции первая концепция в ней две стороны концепции первое сейчас хорошо потом плохо сейчас я прожрал все деньги завтра придется работать сейчас я работаю на работе завтра меня ждет пенсия 14 тысяч рублей я сейчас купил а потом я платить да то есть сейчас хорошо потом плохо то есть здесь принцип такой что люди очень часто выбирают сейчас есть обратная сторона сейчас плохо а я считаю что неплохо тяжело лучше потом хорошо тяжело влечение легко в гробу то есть получается сейчас мы немножко понапрягаемся а потом будем халяйте вы сами знаете так как в спорте сначала я блин тегая там кучу всего потом пойду наслаждаться и красотой в зеркале потому что у меня тут подкачан там подкачан тут я похудел здесь я путина весь такой офигенный красивый сейчас я потерплю сейчас зажму пояс и погнали вот какую из этих концепций выбираете какой руководствуется решаете вы какую из этих сторон для меня вот я приняла решение через год забрать свой мэсс я приняла решение через год выйти на доход больше 100 тысяч рублей если для этого нужно вот потрудиться немножечко где-то лишнего поработать чтобы потом я ездила в новой тачке мне был доход и я не заворачивалась я готова вот когда вы подпишетесь вот здесь вы сразу поймете что ваша лень ушла на второй план можно тренерский совет можно с небольшого начинать вы когда домой приходите после тяжелого проживания вы как поступаете с одеждой бросаете потому что вам плохо и хочется спать скорее и тем самым делаете сейчас хорошо но завтра знаете что вам вставать гладить прибирать убирать или наоборот вы сейчас себе сделаете плохо повесите все на плечи кучка хоть спать хочется все прищет болит и так далее но зато завтра вы раз когда вы паркуетесь на автомобиле вы лишь бы как бросить машину а потом с утра сделаете все хорошо сейчас или хорошо потом с мелочей можно начинать посуду короче вечером надо тренинги на ночь слушать хотя бы удюшки начинать то есть приучайте себя смайлов будете по чуть-чуть по чуть-чуть входить в ритм могут потом легче но если вы действительно этого хотите нужно прям хотеть и вот ловушка с ленью следующая моя любимая ловушка обвели что вы хотите следующая ловушка одна из самых наверное страшных сильных непонятных мне это что подумают обо мне другие есть такое меня вот у меня было честно признаюсь вот мне лично помогла простая элементарная математика я не знаю как остальным говорю свой личный опыт подать сейчас проведем маленький такой не знаю пример вот посчитаем арифметику давайте так по цифре 1 напишите количество людей которые могут как-либо о вас вообще подумать плохо или хорошо не важно вот количество людей прям в цифрах 200 300 500 600 которые могут о вас иметь какое-то мнение не давай себе не льсти вот реально может быть знакомым может быть знакомый знакомых может это просто контакт и важно то есть те люди которые могут как-то о вас подумать хорошо или плохо неважно прям пишите под цифрой 1 для тебя тоже полезно друзья вы написали количество людей которые которые может о вас хорошо или плохо подумать прям честно напишите на написали отлично теперь я напишу 200 я думаю что у меня 200 примерно можете в комментариях написать теперь смотрите под цифрой 2 напишите какое количество человек вернее напишите мнение скольких людей для вас является важным вы тоже пишите друзья обязательно прям по цифре 2 первое количество людей всего которые могут подумать второе по цифре 2 количество людей мнение которые для вас важны для тебя для тебя исключительно для тебя мнение людей которые теперь смотрите а теперь вот из этих людей выберите то количество людей которые искренне за вас порадуются если вы будете успешными вот теперь точно 0 то есть те никто вы думаете что искренне порадуются никто думать а кто реально искренне порадуются если вы заберете бесплатную тачку если вы выиграете завтра в миллион если вы похудеете если не скажут ты блин зараза которые реально искренне будут радоваться вот прям вот поздравлять от души и чтоб кошки внутри там не были описали вот у меня вот так вот я уверена на сто процентов что четыре человека сто процентов искренне порадуются за меня 4 а теперь самое интересное из первого числа из первой цифра отнимите последнюю по третью то есть из первой отнимите третью вот это и есть общественное мнение вот эти люди которые могут как-то о вас подумать которые никогда не будут радоваться вашему успеху и мнение которых по большому счету вам не важно и формирует общественное мнение то есть получается что от вашего успеха вернее ваш успех зависит от людей которые на вашу жизнь никак не влияет поэтому какого хрена мы думаем о том что они подумают не ругайте меня запомнили друзья какого фига мы так думаем все то есть вот это общественное мнение поэтому всегда когда вы думаете чтоб он обо мне подумают люди всегда возвращайтесь к этим цифрам она простая математика мне на очень сильно помогла я прошу на что-то наполевать если люди нужно если из этих людей я начну перебирать и найду людей своей команды которые искренне будут радоваться за мой результат и я ошибусь это будет круто но по большому счету общественное мнение вот еще одна ловушка последняя ловушка на сегодня в которой я оказалась это адская ловушка нет времени вот давайте так вот реально нет времени вот часто сталкиваетесь и возражение такое слышите в работе и в жизни стал у меня нет времени вот давайте объективно оценим у вас реально нет времени вот реально то есть вы 24 часа в сутки что-то делать выходные вот смотрите представьте себе ситуацию про тот же туалет вы безумно опаздываете на какую-то встречу вот у вас реально нет времени сходить туалет или вы все подвинули куда надо в каком смысле все подвинули в каком смысле все подвинули в каком смысле подвинули свидание предупредили позвонили и так далее в любом случае побежишь побежишь вот настя тебе сейчас нужно каждый день на протяжении следующего года приходить в наш офис и делать все что говорит наставник один год и через год на тебя переписывают контракт сто пятьдесят тысяч рублей дает автобус ты найдешь время ты найдешь времени то есть проблема не в недостатке времени а в том что мы не знаем зачем у нас нету цели вот когда вы с конкретной целью определитесь вы выделите эти полтора-два часа это будет достаточно 3-4 раза в неделю на первое время вы сто процентов найдете это время сто процентов будете иметь результат то есть времени у всех 24 часа просто кто-то умеет им распоряжаться а кто-то сидит прокрастинирует думаю там отсюда грязные можно и один раз день дома не вопрос о надо это постирать это нужно погладить а тут у меня ресницы немножко надо а тут маникюр плохой здесь все зависит от вашего желания все поэтому здесь вы всегда выбираете сами тут все зависит от вашего желания если вы действительно хотите пожалуйста я готовлю обычно два раза в неделю а не три вот получается результат да друзья вот они собственно все ловушки поэтому напишите последний пунктик ваше задание сейчас последним напишите те дни в неделю это достаточно 3-4 дня в неделю когда вы по 2 часа будете уделять время этому бизнесу готовы уделять этому бизнесу время два часа в день три-четыре раза в неделю где не пишите вот подумайте сейчас оцените примерно сориентируйтесь по своему расписанию вот вы найдете эти два часа днем, утром, вечером может быть это будет дома может быть это будет удаленная значит я буду примерно во вторник в среду допустим и пятницу или допустим один раз в выходной два раза в будни по 2 часа вечера а сама можно писать? нет пишите, пишите друзья и вы вам очень сильно это поможет в будущем мне лично помогло сколько времени? ну 3-4 дня в неделю по 2 часа примерно это достаточно ну 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 3-4 дня в неделю по 2 часа примерно это достаточно Все, математика пошла. Друзья, напишите. Друзья, давайте, досчитайте. Все. Вот теперь смотрите, друзья, с ловушками я вам полностью все рассказала. Про ловушки. Я в них была, я из них выбралась. Поэтому я сейчас иду к своей цели. Я вам уже сказала, я подписалась, через год 100% будет тачка, 100% будет доход свыше 100 тысяч рублей. 100%. Других вариантов нет, я хочу наебиться. Все, кто проебиться, знают все в курсе. Отлично. Давайте немножко итоги подведем. Вот смотрите, на ваш список, на вашу запись у вас сейчас сформировался алгоритм. Какой я первый пункт в алгоритме? Моя мечта. Моя мечта. Моя мечта, цель, 100%. Вот когда вы реально поймете, что вас мотивирует, когда вы сядете дома, посмотрите вокруг, представите, как вы хотите жить через 3 года, тогда вы точно будете понимать, что и куда вы идете. Как только вы увидите конечную цель, вас она будет мотивировать. Это могут быть дети, образование, может в боксах приходить, чтобы дети учились. Чем мне мотивация? Берки. Только берки. Сорян. Когда вам выберут? Получается, второй шаг какой? Вы приняли решение, вы видели мечту. Следующий шаг какой? Активация. Да. Вы сделали активацию и начали разбираться. Дальше какой блок? Доставать наставника. Доставать наставника и изучать третий блок НБС, конечно. Дальше что? Понять смысл вашего предложения, дороговизну этого предложения. Или дороговизну, как правильно, Алексей? Визну. Визну вашего предложения, нашего предложения. Да, понять, что вы предлагаете не какую-то там фигню, а реально дорогостоящее предложение делаете. Дальше что у вас? Да, помнить, когда вы хотите сесть на диван, что надо сейчас тяжело, потом хорошо, а не наоборот. Посчитать общественное мнение, всегда возвращаться. Ну и, соответственно, определить расписание, которым вы будете уделять время этому бизнесу и придете к результату. Здесь я вам готова помочь. Здесь вам тоже я готова помочь здесь. Я думала, что там нет еще. Да, друзья. Давайте сейчас вопросы. Вопросы. Сейчас мы посмотрим на наши слушатели. Как можно подвинуть детей и семью? Ну тут нужно понимать, что детей можно брать с собой, готовить можно реже. Все зависит от того. Да, все зависит от цели. А еще лучше договориться с частью своей семьи в любом случае. То есть, если есть возможность, приходите сюда с ребенком, однозначно. Поделить обязанности. Поделить обязанности. Вот нас, человек с семьи говорит. Да, в любом случае. То есть, вы же делаете ради них чаще всего. Правильно? Вот наверняка у каждого есть не только свои какие-то цели. Мы же еще и детей сюда всегда привязываем. Помните, что есть родители. Да. Хотите родители. Да, значит придется пожертвовать чем-то таким, что на сегодняшний день можно превратить в тяжело, чтобы потом было хорошо. Спустя год вы просто забудете, что такое выделять время и ходить на работу. И будете все время с детьми проводить. Нет детей, подумайте о своих родителях. Еще вопрос. Нет, детей сделай. Да, придумайте. Что значит, если человек придет на встречу, а у меня не будет? Критичных, но не знаю. Критичных. Ну, ничего страшного не будет, конечно. Понимаете, конверсия будет ниже. Потому что люди приходят на вас. Они идут на ваше предложение, на вашу историю. Вы же все пришли на мою историю. На историю Жени. Вы пришли на то, что вы увидели в этом человеке. Вам он приятен. Если вы пришли, и сложилось впечатление, а стерва какая-то. Все. Считайте, человек нет. А так вроде как человек, который рядом, это бронежилет. Еще, друзья. Друзья, еще вопросы? Нет? Тогда, друзья, давайте я с вами очень простую вещь расскажу вам сейчас. Вот так вы думаете, сколько нужно людей, чтобы состояться в этом бизнесе? Вот реально адекватных людей. Вот сейчас математика поворачиваю всем. Вот чтобы реально здесь заработать денег, нам нужно 6 адекватных людей. 6 адекватных людей. Чтобы заработать денег, нам нужны 6-рки. Да. Посмотрите, вы идете сами в магазин. Сейчас я возьму другой маркер. Смотрите, друзья. Вы идете сами в магазин. Если вы не тупите и быстро реагируете, сходили в магазин, мы вам в команду находим 6 адекватных людей, которые просто хотят зарабатывать быстро. Не раз в неделю проводя встречи, как можно быстрее. И продаем, рассказываем им такую идею, что можно сходить в магазин и заработать денег. Некоторые будут говорить, я не знаю, я подумаю, я может быть. Вот такие не нужны. Лесом, поехали дальше. Сбираем людей, которые говорят, да, я хочу заработать денег быстро. Они идут в магазин. Вы закрываете квалификацию, зарабатываете 8 тысяч рублей, и в следующий раз идете в магазин бесплатно. Ваша квалификация 500 баллов. 500 пиви. Старт менеджер. Они поняли математику, разобрались с этой математикой. И делают то же самое. Пока вы разбираетесь с материалом, пока они разбираются с материалом, мы им строим команду из 6 человек. Они видят первый результат, закрывают ту же квалификацию, 500 зарабатывают 8 тысяч рублей, каждый из них. Вы закрываете квалификацию звезда. Чем меньше будете тупичить, тем быстрее будет звезда. Ну, реально. Звезда это 30-50 тысяч рублей. Ну, это даже, ну, 40 где-то получается. 40-50 тысяч рублей. Вы среднюю зарплату по городу. Посмотрите, это примерно столько же. Ну, да. Все. Когда приходят к ним адекватные люди, мы им оперативно зарабатываем первые 8 тысяч рублей. У вас появляется 7-6 звезд. ДС с хорошим боковиком. Квалификация Diamond Tutor доход 200 тысяч рублей. Плюс автобонус. Просто не надо тупить. Просто надо сообразить. Быстро объяснить людям, что сетевой бизнес это математика. Просто математика. И найти шестерых, которые скажут, да, я хочу зарабатывать деньги и с ними построить этот бизнес. То есть вы просто фокусируетесь на людях, которые хотят. И не разменивайтесь, не разбрасывайтесь. Не раскидывайте свое внимание, свои силы на людей, которые катают в аду. И все. Бизнес вот так строится. Этого достаточно для того, чтобы иметь тачку и 200 тысяч рублей через год. Этого достаточно. Нужно просто найти 6 адекватных. 100% из двух тетрадок адекватных будет. Надо до них добраться. Элементарно. 20. Напросим? Как можно делать рекламу продукта, если часть из него не нравится? Не делать рекламу того, что не нравится. Зачем обманывать людей? Если человек спрашивает, говорит, я вот попробовала продукт, мне он не подошел. Попробуй ты. Вот моей подруге нравится, мне не вкатил. Зачем обманывать людей? Просто не говорите о продукте, не рекламируйте его. Говорите, какие функции он выполняет, что везде работает. Ну вот я, допустим, это вот, ну не знаю, не подходит мне. После активации 70 пиви нужно ли каждый месяц повторять? Да, конечно, обязательно наш бизнес строится на потреблении. Соответственно, ежемесячное потребление нашего продукта формирует наш товарооборот. Идеально? Да. Идеально, если вы не протупили, как я уже сказала, мы вам быстро заработали денег в следующем месяце, соответственно, вы пошли в магазин. Все, вообще, или не нравится. Мы же все равно ходите в магазин, а тут вы уже заработали денег. Вопросы еще, друзья? Тогда в десерт я вам уже рассказала. Сейчас вишенку на десерт положу, ладно? Друзья, смотрите, какая вишенка у нас в этом месяце. Те люди, которые в этом месяце сделают 200 баллов личного объема, едут на звездный, это касается только Урала, едут на звездный марафон бесплатно. То есть ваш билет будет абсолютно бесплатным. 200 пиви личного объема. 200 пиви личного объема вы едете на звездный марафон бесплатно. 2 декабря в городе Екатеринбург вы едете за наш шеф домой. Это бонус от нас. Вторая вишенка для тех, кто думает, пока и 200, для него многовато или может быть. Он думает. 2 декабря. Да, это суббота. Для тех, кто в этом месяце впервые сделает 70 баллов. Какой, Евгенька, прилетел, у тебя только 200. Для тех, кто сделает впервые 70 баллов. Будет 3 варианта подарков. А какой уже вы сами выбираете. Первый подарок, это мое самое любимое средство из всего того, что я вообще в ассортименте компании. Это средство для посуды. Можете не покупать. Часто очень говорят, я не могу купить, у меня не закончилось. Поверьте, я его вам подарю, если вы в теннисе. Вторая штука, на которую обычно всегда люди жмотят. Это шейкер. Есть такое? Да. Сами выберите, сами скажете, какой шейкер. Я вам, соответственно, шейкер подарю. И третья очень классная штука. Сейчас я вам покажу ее. Тоже еще больше смотрит, чем на шейкер. Для тех, кто впервые сделает 70, я вот такую штуку куплю и подарю вам справочник по ассортименту. Те, кто его никогда не видел, это штука, которая спасает жизнь всем менеджерам. И вы начинаете просто быть специалистами, крутыми профессионалами в продукте. То есть, справочник по ассортименту. С моим автографом так и быть. Так и быть. Я знаю просто обычно. Друзья, есть к чему спрямиться? Да. Особенно вот до 200, да? Билет. А те, кто... Не первый, те, кто первый раз, да. Если сделают 200 баллов, мы уже договоримся. Поедут в Екатеринбург, мы за этим работаем, да, за средством. Я заставочку. Ну, тогда сведет в институт. Тогда справочник. Еще вопрос. Если меньше 70 пиви получилось в первый месяц, что тогда? За какое время нужно пройти активацию? Активация после регистрации проходится либо в первый месяц, то есть, либо в ноябрь, либо в декабрь. Обязательно должно пройти 70 пиви, либо за одну покупку, либо за несколько покупок. Если не будет 70 пиви, если свыше 35, вы останетесь в системе, но открытие бизнеса у вас не будет инструментов по бизнесу, вы получаете не будете. Все просто. Либо даже в личном объеме. Да, мы не говорим здесь о личном объеме, мы говорим о том, что есть родственники, друзья, родные, если просто все вместе. Подарки на Новый год, да. То есть, либо в декабре, либо в ноябре открывают все бизнес-инструменты, попадаете в новый чат, соответственно, получаете бесплатно у наставника подарок. Который будет. Меня можно никто не разобрать. Еще вопросы, ребят? Еще вопросы? Почему я на этих подарках слушаю? Друзья, есть вопросы? А мне все равно контакт. У тебя нет контакта. Расслабься. Есть возможность получить бесплатный шейфер. Есть даже справочник. Друзья, если вопросов нет, я предлагаю вам поаплодировать друг другу, тем, кто там сидит. Ребята, вы и сами поаплодировали себе, и мне, и я вам аплодирую за то, что вы пришли. Я знаю, что вторник сложный день. Вторник это маленький понедельник, но он близок к пятнице. Спасибо вам большое. Так, а если... А можно два бонуса при получении 70 пиви? Я подумаю над этим предложением. Я запомнила тебе, Тимур, да-да. Друзья, я тогда отключаю. Трансляцию? Запись будет. Да. Запись будет по ссылке. Доступно, да. Я вам потом ее выложу. Подписывайтесь на мой инстаграм. Микс спешл. Спасибо, друзья.